Эдрам сказал ему, что уходил из своей страны, от своих родителей, из дома своего отца. Мы из этого стиха еще долго, далеко еще не ушли, пока что мы еще здесь. Правда, большую часть этого стиха мы уже прошли, и все-таки остались еще детали, о которых я хотел обратить внимание. Рамбан спрашивает, почему порядок ухода здесь не совсем логичный. И сказано, уходи из своей страны, от своей родни и своего дома отца. Похоже, человек уходит не так. Человек, когда он отправляется в водительство, отправляется в изгнание, отправляется в путешествие, который не был. Но сначала он уходит из дома, уходит из отца, уходит из отца. Потом он уже отрывается от своей родни. Только уже потом, в дальнейшем, он уходит из своей страны. По идее, нужно было бы написать сообщение не так. «Уйди из дома своего отца, от своей родни, которые живут вокруг, клан, а уже потом только уходи из страны». Почему же так? Отвечает Рамбан, что построено здесь так не по тому, как человек физически выходит, а по тому, что происходит у него эмоционально. То есть намного сложнее, намного труднее человеку расстаться с своей страной. Хотя тоже это непростая вещь. Идти в место, которое тебе не знакомо, жить в каком-то другом месте, в другой стране, где все не то, где язык не тот, где культура другая. Все по-другому, непросто. Но расстаться с роднёй намного сложнее, а ещё труднее, а ещё сложнее расстаться с домом своего отца. Приблизительно в этом же направлении говорит Иоанна Циев. Только он прибавляет здесь ещё одно. Не то, что это сложно, а то, что трудно. Мы не совсем в этом делаем. Здесь есть, по отношению к Аврааму, есть ещё требование. Он уходит в другое место. И не просто уходит в другое место. Он должен оторваться от всего, что было до сих пор. Как оторваться от всего, что было до сих пор? Забыть. Оторваться от этого. Забыть, и тогда порядок понятия. Забыть свою землю. Начинаем с этого. Забыть свою родню. И уже затем, в конце, в конце, в конце человек в состоянии порвать с тем, что ближе ему всего. Порвать с собственной семьей тоже. Забыть. Оторваться от этого. Почему? Он начинает совершенно новую жизнь. Начинает новую жизнь. Он не просто отправляется в новое место. Он начинает новую жизнь. Её нужно начинать сначала. Поэтому необходимо оторваться от всего, что было до сих пор. Это объяснение Ана Циева. Обратим внимание, что Всевышний не сказал ему. Отправляйся в Эрц Израиль. Отправляйся в Эрц Кнаан. В землю Кнаанскую. В землю, которую я тебе укажу. То есть ты вообще-то иди. А я тебе потом скажу, куда? А куда? Если не можно идти на все четыре стороны. И что на самом деле произошло? Авраам отправился. Куда отправился? Сказано ниже. И пошел Авраам, как повелел ему Бог, и пошел с ним Лот. Авраам было 75 лет. При своем уходе из Харана. И взял Авраам свою жену Сарай. И Лота, своего племянника. И все достояние, которое они добыли. И душ, которое они приобрели в Харане. И вышли, чтобы идти в страну Кнаан. То есть он направляется в страну Кнаан. Откуда он знал, что нужно туда? Когда он уже туда прошел, так оказалось, что он шел в нужном направлении. И прошел. Он там до места шхема. До Илон Морек. Они уже тогда были в этой земле. И явился Бог Аврааму. И сказал ему, потомствуя ему, я отдам эту землю. И словами пошел в правильное место. Он как раз здесь остановился. Когда Авраам знал, что нужно туда идти. Может быть. Может быть. Поскольку с самого начала было сказано, что еще, когда он ушел из Ур-Каздим вместе с отцом. Когда Терак со своей семьей уходят. Написано, что они ушли из Ур-Каздим, чтобы идти в землю Кнанскую. Только до земли Кнанской не дошли. Остановились в Харане. Сейчас Авраам продолжает тот же самый путь. Продолжает тот же самый маншрут. Просто посредине они остановились. И в дальнейшем он уже продолжает один, когда отец остался там в Харане. Может быть, и другой вариант. Быть может, Авраам посчитал, что если Всевышний требует от него вот такого ухода, ухода из дома, ухода отовсюду, разрыв со всем, все это для чего? А в чем смысл? Для чего это нужно? И почему? Если Бог этот от него требует, значит, видимо, каким-то образом связано с служением Бога. Наверное, так. А с точки зрения служения Бога, а что есть места, которые более подходят? Мне не подходят. Разве не всюду? Везде одно и то же. И все равно. Вот здесь оказалось, что не все равно. Но если уже есть одна страна, в которой, пожалуй, условия другие. Весь мир можно с этой точки зрения разделить на два больших района. Весь мир и Эр-Цитсвейл. Эр-Цитсвейл – особое место. Это еще было известно с древних времен, и понятно, что тех местах, которые жил Авраам, тоже было это известно. Уж если куда-то идти, то, скорее всего, идти туда. Это был расчет Авраама, он отправился туда. И когда он уже туда пришел, Сибирьм сказал, действительно, вот это самое место. Есть еще один стих, на который я хотел бы здесь обратить внимание. Третий стих «Я благословлю благословляющих Тебя, а проклинающих Тебя я прокляну, и благословляться будут Тобой все племена Земли». Что означает «благословляться будут Тобой все племена Земли»? Все будут благословляться Тобой. Раши приводит здесь такое объяснение, что в дальнейшем, если человек захочет благословить своего сына, то он ему пожелает – будь как Авраам, дай Бог, чтобы ты был как Авраам и его потомство. Пример успеха, преуспеяния брахи – это Авраам и его потомство. Вместе с тем, здесь заложена еще одна мысль «Благословляться в Тебе все племена Земли». Медраж приводится в «Ялкут Шимони» говорит так. «Браха», т.е. успех, благополучие, преуспеяние. Даже когда речь идет о кораблях, которые исправляются из Галии в Испании – это вроде как недалеко, и с Франции до Испании не так уж далеко, но по тем временам это все-таки путешествие опасное. Если люди едут туда, едут туда для того, чтобы, очевидно, заниматься торговлей, бизнес какой-то. Если есть у них успех, т.е. если эта экспедиция торговая из Галии в Испанию заканчивается успешно, то это тоже ради Авраама, как это означает. В этом стихе заложена основа того, что называется избранием Авраама, т.е. в первых главах книги Берешит, мы видим, что Всевышний общается со всем человечеством. Т.е. тот, кто стоит против Всевышнего – это все человечество. Так это во время потопа, так это и в дальнейшем до Вавилонской башни. С того момента, как человечество полностью потеряло вообще все свое единство, разделилось на различные, к тому же еще не очень дружные народы в Рождеще, то с этого момента Всевышний выбирает только одного человека. И отныне весь диалог идет с ним. В этом, собственно говоря, суть избрания. Но не только в этом. Арамхамид Дархашем объясняет, скажем так очень коротко, что в результате избрания Авраама отныне цель творения реализуется только через Авраама и через его потомство. Все остальные народы, их связь с целью творения, она опосредованная, она через Авраама. Таким образом. Либо люди помогают Аврааму и его потомству в достижении цели творения, либо они мешают. Это тоже определенная часть цели творения. И тогда нам приходится преодолевать эти помехи. Либо они присоединяются к ним. Но влияние на то, что происходит в мире, оно всегда только через Аврааму. Скажем так. Если есть определенная цель. Самолет должен долететь до какого-то определенного места. Для того, чтобы самолет долетел, очень многие люди прикладывают к этому свой труд. Кто-то должен заправить этот самолет горючим, кто-то должен делать ему осмотр, кто-то должен проверить, кто-то должен... Много-много-много вещей. Должна быть служба метеорологии, должны быть программисты. Очень много служб, которые в этом вкладывают свой труд. Но в конечном итоге штурвал находится в руках у летчика. И только от него зависит. Т.е. если летчик доведет самолет до нужного места, тогда труд всех остальных приводит к этой цели. Опосредованно. Через помощь этому летчику, который он приводит. И если летчик посредине сходит с маршрута и улетает в совсем другое место, загорать на Канарские острова, тогда все, что люди делают, весь их труд, он не ушел в никуда, он не приводит к чему. В конечном итоге все зависит теперь от этого самого летчика. Так и с управлением миром. Те, кто оказывает влияние на управление миром, т.е. браха, как благополучие, которое исходит от Всевышнего в этот мир, это только еврейский народ. Остальные народы на порядок управления миром не влияют. Они только либо помогают в рискном народе, либо мешают им. Но сами непосредственно никаким образом не влияют. Поэтому браха, если приходит в этот мир, она приходит через Авраама. Т.е. тот, кто как антенна воспринимает браху, приходящую в этот мир, это Авраам. А через него и через его потомков она уже расходится от ними во весь остальной мир. А если в мир приходит беда, то тоже приходит из Авраама, из-за его потомков. В конечном итоге все оказываются зависимыми от того, что делает Авраам, от того, что делают его потомки. В этом смысл вот этого вот слова, вот этих слов. Благословляться будут тобой все племена земли. Т.е. все народы от меня, их благословения, их брака. Она зависит от тебя. Она проходит через тебя и будет проходить через тебя. Отдельный вопрос. Что случилось после того, как начался то, что называют галут? Изменился ли здесь порядок? Может быть, теперь все по-другому? Может быть, теперь уже брака не приходит через Авраама? Может быть, теперь все наоборот? Браха ушла совсем в другие места, а окрошки, которые остаются на столе, перепадают нам? Ну, в этот вопрос мы уходить не будем, он один. И пошел Авраам, как повелел ему Бог, и пошел с ним лот. Племянник Авраама, сирота лот, он уходит вместе с своим дядей. Аврааму было 75 лет, когда он вышел из Харама. И взял Авраам в сарай свою жену и лота своего племянника, и все достояние, которые добыли, и души, которые они сделали в Хараме. И вышли, чтобы идти в страну, к нам. Что значит души, которые они сделали? Собираем все. Собираем родственников, собираем все достояние, то есть имущество, и еще души, которые они сделали в Хараме. Здесь есть, Раши приводит, здесь два объяснения. Одно из них – драж, другое – пшат. Мы уже когда-то упоминали, разница между драж и пшат. Драж обычно, точнее, пшат, подходит к подобного рода корявым, нечитабельным предложениям. Подходит не так. Нужно это понять не буквально, а нужно это понимать метафорически. То есть души, которые сделали, имеется в виду рабы, которых приобрели. Почему сделали? Да потому что слово сделали. И в языке Торы, как и во многих других языках, может вполне служить в дополнительном значении, а именно заработали. Человек делает деньги. Make money. Вполне принятое выражение в самых разных языках. То есть они здесь сделали деньги, они их заработали, на эти деньги купили рабу – все нормально. Хорошая объяснение. Хорошая. Но вместе с тем есть у него еще одна слабость. А именно, поскольку раньше написано «взяла в рам сарай свою жену и локция своего племянника, и все достояние, которое они добыли, все имущество, которое они добыли, значит все имущество». Написано все имущество. Все имущество включает не только баранов, не только козлов, не только… Включает еще и рабов тоже. Чем раб отличается от всего остального имущества? Если так, то после того, как Тора продолжает… И еще души, которые они сделали в Харане… Ну, такая душа тавтология. Это уже повторение того, что совершенно не нужно повторять. Уже сказано, что они взяли все имущество. Поэтому раньше приводят здесь еще и драж. А драж, как обычно, он требует понимать это буквально. Души, которые сделают в Харане. Как можно сделать души? Души… Есть кто… Буреколен и Шамот – это Всевышний, он души создает, человек при всем желании. Даже когда у человека рождается ребенок, так все, что здесь мама с папой могут сделать это, они могут создать тело человека. Но уж не душу, душу Всевышним дает. А как же здесь человек? Отвечает Раши так. На самом деле речь идет здесь об учениках Авраам и Саре. То есть люди, которых Авраам и Сара привели к вере в Бога. Авраам привлекал к вере мужчин, Сара привлекала женщин, но Тора им засчитывает, как будто бы они их сделали. То есть создали замок. Ибо человек, приблизившийся к Торе и отошедший от язычества. Человек, который сумел приобрести веру в Бога, такой человек начинает жить замок. Верно, что у него были биологические папа с мамой. Это да. Но вместе с тем есть и второе рождение. Подобна вроде вещь, говорит Аллаха. Когда человек делает гию, не евреем, который становится евреем, с точки зрения Аллахи он родился замок. Есть тому конкретное следствие закона. К примеру, если тот самый человек не еврей, который сделал гию, гер, если он умирает бездетным. В принципе, а кто должен получить его наследство? Детей у него нет. Значит, его отец. Придет его отец не еврей и скажет, а я его отец. Дайте мне наследство моего сына. Суть. Родинский суд. Бедина скажет ему, извините, но отцом вы и были. Но это все в прошлом. Он родился заново, сделавший гиил. Он заново родился. Он теперь даже если его уже увеличать по имени и отчеству, так по отчеству он теперь Абрамович. Он теперь не Иванович, не Васильевич. Он теперь Абрамович. Потому что его отец отныне Абрам. Тот человек, который сделал этот первый шаг. Первый еврей. А то, что у него был раньше биологический отец, это все в прошлом. Отныне от этого ничего не осталось. Поэтому Итора здесь нам рассказывает, что они взяли с собой не только свое имущество, не только своих родственников, но и своих учеников, людей, на которых Абрам и Сара сумели повлиять, приблизили их кто-ли. И это называется души, которые они сделали. Ибо, в общем-то, это создание, в какой-то степени создание заново, такие люди заново родились. И прошел Аврам по стране этой до места Шхем, до Элон-Муре, а окна ней тогда были в стране. Аврам пришел в страну Израиля. Эрц-Кнан, земля Кнан-Менская, как она называлась тогда. Он прошел по этой земле. То есть, шел он из Харана. Харан – это на севере, на границе Сирии и Турции. То есть, он прошел через всю Сирию, вошел с севера, прошел почти до центра страны. Шхем находится в центре страны. И нигде не остановился. Вот только в Шхеме, почти в самом центре страны, там Всевышний его останавливал. Как сказано дальше, и явился Бог Авраму и сказал потомству твоему, я отдам эту страну. Во-первых, выяснилось, что Аврам шел в нужном направлении. Это именно самая земля. Во-вторых, здесь еще нужно заметить, Аврам поднимается на новую ступеньку с точки зрения его отношений с Богом. Раньше, все, что было раньше, у Аврама уже был контакт с Богом. Пророческий контакт. Но это был пророческий контакт на низком уровне. А именно, то, что было там, это только голос. То есть, и сказал Бог Авраму, иди себе. Не больше того. Здесь уже есть явление. То есть, это уже пророческое видение. То, чего не было раньше. Это ясно. Но есть несколько деталей, которые совсем-совсем ясны. Во-первых, почему Всевышний ждал с этим объявлением Аврама, что твоему потомству я отдам эту землю. Почему он ждал до того, как ты дошел за Шкем? На самом деле, он уже десятки километров прошел от северной границы страны до Шкем. Почему? Второе. Еще одна фраза. В конце сказано, что он дошел до места Шкема. Ну, до места Шкема это понятно. То есть, города Шкем, скорее всего, тогда еще не было. А то, что было, было место, на котором потом будет построен город Шкем. Это понятно. Акнани написано в оригинале. Если перевести это буквально. Акнаницы тогда были в стране. Вот это уже довольно странно. Почему? Когда произносится подобного рода фраза. А тогда, например, а тогда я был молодой. Что значит, тогда я был молодой? Значит, сегодня я не совсем молодой. Уже. Или, тогда я был глупый. Значит, сегодня я уже не глупый. Сегодня я уже умный. Мы говорим тогда. Про то, что было тогда, а сегодня этого нет. А здесь написано. Акнани и тогда были в стране. Когда я это читаю, это значит, что к тому моменту, когда Тора была дана, их там уже нет. Ничего подобного. Были еще как были. В дальнейшем Тора дает повеление их из страны изгнать, попросить. Но они тогда, в тот момент, когда Тора дается на Синае, когда записываются в Торе эти слова, Кнани и тогда живут во всей стране Кнанской. Она до сих пор называется страной Кнанской. Почему же тогда? Они тогда были. Вот в этом издании называется это, как у нас, Санчина. Нет. Да, да, Санчин. Переводчик здесь, он хитрый, извернулся. Акнани уже тогда были в стране. Так? Тем самым он нейтрализовал слово тогда. Вроде бы не тогда, когда они были, а сегодня их нет. Тогда они уже были. Это не то, что написано. Написано тогда было в стране. Смотрим, что отвечает Раши. Раши пишет так. И прошел Авраам по стране до места Шхема. Почему он там установился в Шхеме? Чтобы молиться за сынов Якова, которые в дальнейшем, в будущем придут сразиться с жителями Шхемы. Само в себе немножко странно. Ну, наверное, Авраам обладает пророческим даром. Он знает, что пройдет много времени, и его внуки, правнуки, его потомки придут воевать с жителями Шхема. То, что описывается в недельном разделе Ваишлах. Ну, он заранее уже молится о том, чтобы они не успели. Почему нужно молиться именно в том месте? Ну, тоже, может быть, найти объяснение. В том месте, где все это произойдет, там, очевидно, молитва будет более от места. Ну, а что значит, а кнаонейцы тогда были в земле? Жайт Раши говорит так. Тогда кнаонейцы силой отнимали землю, эту вот страну. Они занимали ее у потомков Шема. Ибо она досталась Шему, когда Ноах разделил землю между своими сыновьями. Известно, что результатом разделения народов было разделение и земли. Когда Всевышний, когда разделилось человечество на отдельные народы, то разделились и земли. Сферы влияния были более или менее очертаны между тремя крупнейшими линиями человечества. Три сына Ноаха. От них произошли три основные части человечества. Шем, Хам и Еф. Хам – хамитские народы. То, что соответствует приблизительно черной негроевной расе. Они получили Африку, включая и Северную Африку, то есть Египет, и часть Азии, а именно, извиняюсь, извиняюсь, и не получили тогда части Азии. То есть все то место, где они обосновались, это была Черная Африка, включая и Египет. А средиземноморский бассейн – это азиатская часть, она кому попала? Она попала в Шем. Но к тому времени кнаонейцы, а кнаонейцы были ближайшими родственниками – египтян. Когда я говорю про египтян, я не имею в виду сегодняшних египтян. Иногда приходится это объяснять. Сегодняшние египтяне – они арабы, то есть они тоже потомки Шема, семиты. А египтяне, о которых идет речь у нас – это египтяне древние хамиты, то есть это часть хамитской черной расы. На сегодняшний день только небольшая община коптов в Египте является потомками тех древних египтян. А все остальное население Египта – это пришедшие арабы, семиты. Так вот, к тому времени шел процесс завоевания страны Израиля кнаонейцами, которые выбивали оттуда тех людей, которым эта земля должна была, по идее, принадлежать, а именно потомков Шема, и таким образом Раши объясняет нам вот эту сложность грамматическую. Тогда шел процесс, который к моменту получения Торы уже прекратился. Какой шел процесс? То есть не то, что тогда кнаонейцы жили, а на момент получения Тора они уже не живут. Нет. Тогда они завоевывали эту страну, а к моменту получения Тора уже процесс кончился. Они уже давным-давно завоевали. Так или иначе получается довольно непростая ситуация. А именно Авраам прибывает в эту страну, которая ему обещана. В ней от него произойдет великий народ. Но пока что эта страна не только что... Может быть, он думал, что он идет в место, которое более-менее свободное. Место вообще не свободное. Не только что он не свободное. А может, там живут люди, которые, когда он туда придет, он... Нет. Они вообще не собираются не только что не собираются уходить. Они в этот момент отвоевывают это место. И наоборот. Они вытесняют из этого места его прежних хозяев, которые, в общем-то, Аврааму немножко родственники. Семиты. Потомки Шема. Авраам, он тоже потомок Шема. А сейчас его канонейцы, канонейские народы завоевывают это место. И вообще Авраама здесь никто не ждет. Немножко здесь лишно. Ну, может, где-то еще когда-нибудь разрешится как-то это... Это объяснение Раши. Хочу привести другое объяснение, куда более современного комментатора. Он отвечает на те самые вопросы, которые задают Раши, но немножко иначе. Итак, вопрос был первый. Почему Всевышний остановил Авраама только в Шеме и сказал ему, да, вот это та самая земля? Первый вопрос. И почему сказано, а канонейцы тогда были в стране? На самом деле именно на момент получения Торы они по-прежнему еще живут в этой стране. Начинает ровирш с того, с чего мы начали урок. Авраам не получил точного указания, куда ему идти. Он не знал. Он пошел не наугад. Он не бросал жребий. А он понял, что если его Всевышний направляет в какое-то другое место, то, наверное, должно быть место, которое более подойдет для него, для целей, ради которых он избил, для служения Богу, для какой-то более духовной жизни, чем то место, в котором он жил. Ну, и с такими мыслями он отправился. Я сейчас вспоминаю, что в своей молодости, когда я представлял себе, еще живя в Москве, я себе представлял, как должен выглядеть Израиль. Я думал о том, что я туда приеду, я буду жить. Ну, и каждый человек в подобной ситуации, как и я, он себе представляет, как это выглядит. Ну, у меня были определенного рода представления. И не секрет, что для многих людей, как и для меня, приезд в Израиль был немножко шоковым, потому что казалось это совсем не так, как я себе представлял. Хотя мне казалось, что ружья, я им какое-то представление, но совсем казалось не то. Нечто подобное случилось из Абрама. Он тоже себе представлял. Место, которое Бог выбрал. Место, которое, ну, он называет наши мудрецы, царский дворец. Территория Всевышнего в этом мире. Как выглядят люди, которые там живут? Наверное, не такие, как… Он приходит в это место. А в этом месте живут канонейцы. Кто такие канонейцы? Канонейцы – это народ, который в дальнейшем Всевышний, творец всего мира и творец всех людей, повелел уничтожить. Целиком и полностью уничтожить. Потому что это семь народов, которые дошли до такой ступени деградации, которой возможности оставить их живых просто не было. Это люди, которые практиковали человеческие жертвоприношения. Это люди, которые практиковали храмовую проституцию. Каждая приличная женщина должна была в какой-то раз в какой-то определенный период отправляться в храм и там отдаваться к каждому встречному и поперечному. И это рассматривалось как служение Богу. Не больше, не меньше. То есть не просто разврат, а разврат в религиозных целях, как служение Богу. Это место, в котором в действительности люди дошли до состояния совершенно скотского. Вот Афрам приходит в эту страну. И он в этой стране, в этой избранной Богом стране. Что же он видит? Как люди живут здесь. А может быть, я не туда попал. Он посчитал, что ему нужно идти сюда. А может быть, на самом деле не то. Помню, как я вам рассказывал, один из моих вчителей. Он довольно в юном возрасте приехал в Доросисроэль из Америки. И вот он оказался на центральной автобусной станции Тель-Авива. Не той, которая сегодня существует, а еще старой, прежней. Это отдельное просто легендарное место. И вот он шел там, по этой центральной автобусной станции. Со всеми ее прелестями. Со всеми ее. Вдруг почувствовал, что кто-то хватает его за руку. Дергает его за рукав. И говорит ему на ухо. Эрцисроэль, Эрцисроэль. Он оглянулся. Рядом с ним стоял пожилой Хасиб. Так он, очевидно, увидел на лице молодого парня. Этот ужас, который застыл у него в глазах. От видения того, что происходит вокруг. И подергал его, подергал его, не забывая, что при всем, при том, что ты видишь, ты находишься в святом месте. Это Эрцисроэль, святая земля. Нечто подобное произошло с Абрамом. Всевышний его дернул за рукав в шхеме. И сказал, ты не ошибся. Ты пришел в правильное место. Эрцисроэль – это та самая земля, которая тебе предназначена. Именно сюда и нужно было прийти. А почему? А к ней тогда, в этой стране, тогда жили эти жуткие, совершенно ненормальные люди. Почему же? Как может быть? Святая земля и такая мразь вокруг. Как может быть, что Всевышний хотел его привезти в это место? Для чего? Почему? Ответ был. Место, в которое он восстановил шхем. Чем интересно это место? В шхем вообще место необычное. Не только потому, что там постоянно случались различные неприятности. Это нехорошее место было. Место, в котором изнасиловали Дину, дочь Якова. Место, в котором произошла продажа Йосефа. Место, в котором произошел бунт, приведший к расколу в свое время еврейского государства после смерти царя Шраму. Место неприятное. Но дело там не только в этом. Путешественники, которые бывали в этих местах на протяжении многих лет, подчеркивали всегда довольно странные игры. А именно, что рядом с этим городом Шхем находятся две горы. Гора Гризин и Гора Йвал. Две горки. В других местах тоже бывают горки. Здесь горки особые. Гора Гризин вся покрыта растительностью. Вся зеленеющая, вся цветущая. Гора Йвал – высая горка. Они находятся одна напротив другой. Что-то довольно странно. Идея. Одинаковые климатические условия. Одинаковое солнце. Все одинаковое, а горки разные. Наличие этих двух горок находит в дальнейшем в Торе свое отражение в том, что когда еврейский народ должен был войти в страну Израиля, выходя из Египта, то Шхем повелел, чтобы заключение союза происходило рядом с этими горами. И тогда нужно было каждый раз, когда произносилось благословение тем, кто собирается соблюдать этот закон, то оно произносило в сторону горы Гризин. А когда произносилось проклятие тем, кто собирается нарушать этот закон, оно произносило в сторону горы Эйвал. Гора Эйвал – лысая, безжизненная гора – символ проклятия. И гора Гризин – зеленеющая, цветущая – символ брахи, символ благословения. В этом должен был быть ответ Абрама. А именно. Святая земля – это не место, где живут такие люди, которые полны люди, полны ангелы. Она не этим святая. Она не превращает обычного человека в более хорошего. А что же мы делаем? В этой земле могут быть и хорошие люди, могут быть и мерзанцы. Качество этой земли не в том. Качество этой земли в том, что она все доводит до крайности. Это земля, которая в силу своей особой природы не терпит посредственности. В ней, если уж люди живут скотской жизнью, то в этой стране они будут жить наиболее скотской жизнью. В этой стране, если люди мерзавцы, то они будут самыми большими мерзавцами. Поэтому, смотря на то, что во всем мире тогда обстановка была не ахти какая. И в остальных странах тоже. Но здесь, в этой стране, в стране Израиля, канонейцы, люди, которые жили в этой стране, они дошли до самой-самой последней степени. Они представляли собой самую большую мразь, которую только можно себе представить. С другой стороны, человек, который захочет в этой стране жить по-другому, жить более светлой жизнью и будет за это бороться. Одного желания не достаточно. Но будет за это бороться и будет как-то барахтаться, то в этой стране он может и найти более светлую жизнь, и духовная жизнь здесь будет тоже совсем другая. А вот посередине не получается. Эта страна разбрасывает всех. Все довольно до крайности. В этом необычайная особенность этой страны. Это ты должен был понять Авраам, когда он пришел в эту страну, и это он понял в самом том месте Шхена, в том месте около двух горок, где Всевышний им открылся в первый раз и сказал, да, действительно, эта страна, она сам и есть, и вот как выглядит это место с двумя горками, вот так она будет. Вот такое это место. Осталось неясным все-таки самое начало слов Раши. Я возвращаюсь здесь к Раши. Когда Раши говорит, почему Авраам остановился именно там, в Шхене, около города Шхен, для того, чтобы молиться за своих потомков, которые в дальнейшем будут воевать там, в этом месте. Это далекое будущее. Это все еще в будущем. Как вдруг будущее вторгается в происходящее прямо сегодня событие? Наиболее существенный, важный для нас комментарий, который есть в этом месте, это комментарий Рамбана. Он, вот начиная именно с комментария вот к этому стиху, он разворачивает здесь целое большое такое полотно и дает последовательный комментарий в нескольких глав. Может быть, зачитать то, что он пишет, и затем уже объяснить. Я выскажу тебе общее правило, и ты пойми его, относящиеся ко всем ниже следующим главам. То есть, дает тебе некоторый ключ для понимания всех дальнейших глав. Все дальнейшие главы, рассказывающие об Аврааме и Цхаке и Якобе. То есть, главы, которые рассказывают о наших братцах, нужно понять, для чего они существуют, зачем тоже рассказывают эти семейные саги, для чего все эти истории. И правило это очень важно. Наши учителя упомянули его вкратце, сказав, все, что произошло с братцами – это знак для потомков. Поэтому Писание так подробно рассказывает о путешествиях Авраама, о том, как он копал колодцы и обо всем остальном, что с ним происходило. Размышляющий об этом может подумать, что эти рассказы излишни, в них нет особой пользы. То есть, если бы мы читали какую-нибудь историческую литературу или еще что-нибудь в этом роде, тогда понятно. Но поскольку Тора совсем не для того существует, поскольку Тора – это хораа, происходит до слова хораа – учение. Т.е. она предназначена для того, чтобы учить нас давать заповеди, правила учения жизни. А для чего тогда нужны все эти истории? Зачем они нужны в Торе? Но все они приходят поведать о будущем. Т.е. ты хочешь знать, для чего они существуют? Прежде всего, и самый первый ответ, самый простой – все эти истории приходят для того, чтобы поведать о будущем. В скобках мой вопрос. А кто сказал, что это нужно знать о будущем? А кто сказал, что это вообще правильно нужно? Может быть, лучше вообще не знать? Почему это так важно – знать о будущем? Может быть, наоборот. Может быть, более правильный образ жизни – это жить простодушно и воспринимать все, что будет. Будет то, что будет. А то, чего не будет, то не произойдет. На самом деле, то, что Рамбан имеет здесь в виду – это вещи чуть более глубокие, чуть более серьезные. Тора здесь не служит нам заменой прорицателей, астрологов и додавок, которые просто сообщают нам то, что будет в дальнейшем. Вещи немного более глубокие. Это мы увидим в дальнейшем. По крайней мере, есть здесь намек на будущее, ибо, когда случится некое происшествие с пророком из трех наших праотцев, он поймет из него, чему определено случиться с его потом. То есть, наши праотцы, воспринимая определенные события в своей жизни, то, что с ними случалось, воспринимали это не просто как случившиеся события в самом себе, а воспринимали, помимо всего, что в этих событиях есть некоторый намек на то, что будет с их потомками. И снова вопрос. А зачем им это нужно было знать? Просто так исправданно интересно? Интересно. А что будет через 400? Надо будет интересно. Но, опять же, зачем это нужно в Торе? В чем здесь штука? Бомбан продолжает дальше. И ты знай, что если высшее постановление реализуется сначала в воображаемом действии, то оно, несомненно, исполнится. Вот эта фраза является ключом по всему. Как ее понять? События не происходят в истории просто так, случайно. Есть тот, кто держит историю Всевышнего, он не только создатель мира, он еще и создатель истории. Он ее вырешил. В ходе исторического развития принимаются определенные решения. Всевышний решает судьбы мира. Затем они уже реализуются. Но вот оказывается, что этот процесс от решения до реализации проходит несколько статей. На что это похоже? Скажем, люди задумали построить какое-нибудь здание. Жилое здание, больницу, синагогу и еще что-нибудь. Есть мысль о том, чтобы, предположим, люди хотят в синагогу место, в котором молиться. Они собрались, у них появилась эта идея построить синагогу. Понятно, что у многих людей уже создался некоторый почти зрительный образ, как они себе представляют эту синагогу. Ну, люди непрофессиональные, они представляют себе это довольно смутно. Более профессиональные люди, например, те, которые занимаются архитектурой или строительством, у них уже их образ довольно куда более серьезный. Затем происходит следующая стадия, а именно архитектор начинает планировать, как будет выглядеть этот синагог. Планирует, он делает чертежи. Следующая схема, он уже создает макет. Макет, в котором в миниатюре уже строится та самая синагога. Конечно, если показать маленьким детям и сказать, вот это наша синагога, в которой мы будем через полтора-два года молиться. Дети скажут, как это так в этом месте молиться? Сюда даже... Кто же может сюда влезть? Ну, это ребенок. А мы понимаем, что здесь, в миниатюре, уже заложена будущая синагога, которая потом воплотится уже не в миниатюре, а в бетоне, в алюминии, в стекле и так далее. А когда она воплотится? А вот это не знаем. Потому что есть у нас еще одна, как минимум, одна-две стадии, очень непростые. А именно, должно быть утверждение на районной комиссии, на городской комиссии по строительству. Значит, мы с нашими материалами, с нашими чертежами, с нашими макетами, должны прийти сначала на районную комиссию, должен прийти архитектор, потом на городскую. И там идет процесс утверждения. С того момента, как вот этот самый макет на городскую комиссию он прошел, и его утвердили, и никаких возражений, или возражения, которые были, были выслушаны, и не были приняты, утверждается этот план. С того момента, как он утверждается, эта синагога теперь уже может быть построена. И как она будет построена? Она будет построена так, как она запланирована. Кстати, на уровне утверждения могут быть внесены коллективы. Например, придет эта самая комиссия и скажет, знаете, ваша синагога слишком высокая, здесь в этом районе не могут быть построены такие высокие здания. Пожалуйста, сделайте ее чуть пониже. Придется архитектору сказать, хорошо, заберу все домой, сделаю, распланирую ее чуть пониже. Или она у вас слишком большая, или она у вас слишком маленькая. Самые разные коррективы, которые могут вноситься, хотя, в общем-то, идея синагоги и ее строительство будет принята, и место для нее выделено, но уже как она будет строиться? Здесь городские структуры могут вносить многие коррективы. Например, у нас здесь в Иерусалиме все должно быть облицовано иерусалимским камнем розовым. Тут, пожалуйста, вы тоже. То, что вы хотели сделать более дешевую, просто бетонные стены, это у нас не пройдет. Пожалуйста, облицовку камня. Дороже. Что делать? Они вносят коррективы, и мы ничего здесь сказать не можем. Но с того момента, как план утвержден, со всеми коррективами, со всеми, с этого момента уже мы должны строить, мы можем строить и мы должны строить. Более того, мы должны строить именно так, как было утверждено. И если мы будем строить по-другому, сделаем ее более высокой, прибавим себе еще 2-3 этажа и там сделаем банкетный зал и еще что-нибудь, то нам придется иметь дело с городскими властями, которые могут потребовать это все приостановить строительство и так далее. С момента утверждения план реализуется в кирпиче, в камне, в бетоне, в стекле, в металле. Миниатюра реализуется. Так вот, управление миром, оно похоже на этот самый процесс. Сначала принимается решение. Это решение подобное, идея, план и затем вот эта вот идея того, что в мире должно произойти, оно начинает происходить одну стадию реализации за другой. Когда, и так Всевышний построил, что когда происходит с одним из наших правдцев действие, которое в миниатюре в мире напоминает тот план, то, что запланировано в дальнейшем с его потомством, а ведь почему это именно так? Да потому что пранцы нашего народа, они как бы тот самый макет по отношению ко всему остальному народу, ибо все заложено в них, все заложено в пранцах, все, что идет потом, это только развитие того, что заложено в пранцах. Поэтому, когда с ними происходит какое-то событие в жизни, в котором в миниатюре реализуется план Всевышнего по поводу дальнейшей истории, то с момента, когда они, действуя в этой миниатюрной ситуации, реализуют эту ситуацию, то после этого от ними с этого момента ясно, что это событие произойдет несомненно, обязательно. Более того, оно произойдет именно так, именно в тех рамках и с теми коррективами, которые возникли в ходе действия наших прадцев в подобной ситуации. Сейчас посмотрим, как это Рамблану расписывает дальше. Итак, знай, что если высшее постановление, это первичное начало, высшее постановление только в самых высших мирах, реализуется сначала в воображаемом действии, то есть происходит воображаемое действие с одним из наших прадцев, то после этого оно уже, несомненно, исполнится. Уже дороги назад нет. До этого все планы, они и могут быть изменяемы. Как архитектор, который придумал какой-то план синагоги до того, как он пошел на городскую комиссию, мы можем сказать, что нам этот план не нравится. Давайте сделаем не так, сделаем все совсем по-другому. Пожалуйста. Как только прошло комиссию, теперь уже все. Поэтому пророки сопровождали свои пророчества символическими действиями, подобно тому, как Ермиял приказал Рамблану. Вот у нас конкретный пример. Пророк Ермиял, который является современником разрушения Иерусалима, ликвидации еврейского государства, еще за несколько лет до того он предвидит и то, что… Он знает это совершенно. Торный пророк. Он предвидит и то, что Иерусалим будет разрушен, и то, что храм будет сожжен, и то, что государство прекратит свое существование, и то, что народ будет уведен к изгнанию. Он предвидит и дальше. что вавилонины, которые были здесь топором в руках проведения, которые здесь, через них и прошло наказание, они тоже не уйдут от своей участи, от своего наказания, их тоже это постигнет, а именно Вавилон, само государство будет уничтожено, город Вавилон, который был тогда центром мира, столицей всего мира, будет окончательно разрушен и никогда не будет восстановлен, вообще люди даже забудут, где он был. Вот это самое пророчество пророк Ирнеус записывает на пергамент, на свиток, дает своему ученику Баруху и говорит ему следующую фразу – ты отправляйся туда, в Вавилон, и будет. Когда ты закончишь чтение этого свитка, приезжаешь туда, в Вавилон, не обращаешь внимания на людей, выходишь на берег реки в центре города, зачитываешь этот самый свиток, зачитываешь это самое пророчество о конце Вавилона. «После этого привяжи к нему камень и забрось его в Ефрат, и скажи – так погрузится в Вавилон и не поднимется». Вот люди тебе показывают, что ты псих не вначале не надо. Что это такое? Шаманство такое? Что он здесь делает? От того, что он сейчас туда погрузил, царный свиток погрузил его и потопил его с камнем на шее теперь уже. Безусловно. Барух неустраиванный занимается здесь шаманством. От того, что Барух делает, не он погружает в Вавилон. Он только передаёт здесь пророчество. Пророчество – оно записано, он его зачитал. Но этого мало зачитать. Всевышний уже постановил – Вавилону конец, он обязательно будет разрушен. Да. Но теперь ещё остаётся воображаемое действие – пророк, который воспринимает это пророчество. Пророк, который воспринимает этот план, который был принят свыше, он ещё сопровождает его воображаемым действием, которое в миниатюре напоминает то, что должно произойти. Поэтому он этому свитку привязывает камень на шею, пускает его в воду, пузыри. Вот так вот Вавилон погрузится и не поднимется, и люди даже забудут вообще это место, где он оказался. Ещё одно место. Так же поступил пророк Илиша, когда возложил руку царя на лук и сказал Илиша – стреляй. Произошло там следующее – пророк Илиша был уже очень болен, и было понятно, что он переходит в лучший мир. Израильский царь отправился к нему, спрашивает, а что ж теперь будет? Пророк уходит, а что творится, на кого ты нас оставишь? А что будет вообще с нами? Что будет с нашей… У нас здесь война, мы воюем с арамейцами, так называли тогдашнюю Сирию, и что будет с Голландскими высотами и всё остальное. Пророк ему успокаивается. Что он ему говорит? Всё будет нормально, ты сможешь их победить. И он ему говорит так. Сказал Илиша, положил руку царя на лук и сказал ему – стреляй, берите стрелы, стреляй. И он выстрелил. И сказал, говорит им пророку – это стрела Бога и стрела спасения от арамейцев. Там же сказано, потом он сказал – теперь бери ещё стрелы и ударяй этими стрелами по земле. Тот послушно взял стрелы и пару-тройку раз ударил по земле. Дальше сказано – и разгневался на него человек Божий и сказал – ударил бы ты пять или шесть раз, вот тогда бы ты побил арам до уничтожения. А сейчас три раза побьёшь арам, а потом уже колесо вернётся обратно, и они тебя будут бить. Поэтому он его успокаивает. Арамейцев победишь, нормально. Но что для этого? Вот сейчас возьми стрелы, пусть одну стрелу выпусть, а потом берите стрелы из колчана и начинаем бить пополу. Приблизительно как мы бьём в Ушан-Араба аравот. Кстати, бьём их пять раз. Ну, царь взял стрелы и стукнул раз, два, три. Ну, кто же, так он будет состоять и стукнул, и в три раза стукнул. Я остановился, только он сказал – что ты делаешь? Если бы ты ударил пять раз, вот тогда бы точно ты бы добил этих арамейцев до конца, а теперь, извините. Три раза ты их побьёшь, а потом они тебя будут бить. Почему? Что? Как это там? Значит, здесь вот выясняется ещё одна важная деталь. То, что сказал раньше Рамбан, что из всех этих воображаемых действий выходит намёк на будущее. Это не просто намёк на будущее. Это не просто, что нашим прадцам нужно было обязательно знать, что произойдёт с их потомками. И без этого тоже много. Это совсем другое. Они, занимаясь вот, они в этих ситуациях, они прокладывают путь будущей истории. Они уже строят все основы, весь фундамент будущей истории. Свыше решено, что произойдёт. Но это решение, оно ещё пока достаточно гибкое. Каковы будут его рамки, зависит от того, как пророк, который проигрывает вот это вот воображаемое действие, от того, как он его проиграет, от того, как он его воспринял. Поэтому, в принципе, есть уже решение о том, что Израиль должен побить арамейцев. Оно есть. Оно сообщается царю. Царь теперь только должен проделать вместе с пророком воображаемое действие. Взять стрелы и побить. Но поскольку он побил так с ленцой, пару-тройку раз стукнуть больше нет. Так вот так и победа теперь будет. Будет победа? Да. Но временно. Пару-тройку раз ты их побьёшь. Если бы ты пять раз стукнул, тогда бы точно. После пяти поражений арамейцы бы сдались бы и всё, на этом война бы кончилась. А теперь нет. А теперь они выходят. То есть каждый из наших прадцев он не просто воспринимает здесь на мелкобудущем через те события жизни, которые происходят, а он это будущее и выстраивает в зависимости от того, как он воспринимает и как он действует в этих условиях. Поэтому продолжает рамбан. Всевышний помог Аврааму приобрести эту землю и устроил для неё события, подобные всему, что в будущем должно произойти с его потомством. В будущем потомство Авраама, когда оно вернётся из египетского плена, то они должны будут захватить страну Израиля. Это целое серьёзное действие. Это хороший кусок истории. Авраам сейчас в таких эпизодах своей жизни проводит контуры этого будущего захвата. Он уже сейчас прокладывает дорогу своим потомкам. Он уже сейчас начинает захватывать, приобретать эту землю. И ты пойми это. А я начинаю разъяснять это с Божьей помощью, как сказано. И прошёл Авраам по этой земле до места Шхем. Он остановился в Шхеме, разложил там свои монатки в Шхеме. Ещё до того, как Всевышний сказал ему, что это место, которое я тебе дам. Что это напоминает? Самое первое место, которое евреев захватили реально в Шхеме. Это произошло ещё до того, как они вернулись из Египта. Это было когда сыновья Якова, мстя за свою сестру, перебили жителей Шхема и, в принципе, захватили этот город. Это был ещё нелегитимный захват, поскольку ещё право Всевышнего на захват этой земли не было дано. Это право было дано только после исхода из Египта. Но такой досрочный, ещё нелегитимный захват уже был совершён. Где? В Шхеме. Поэтому Авраам останавливается в первый раз, где? В Шхеме. Ещё до того, как Всевышний сказал ему, что эту землю я дам тебе. Первая остановка в Шхеме. После того, как Авраам там остановился, Всевышний говорит ему, эту землю я дам твоему потомству. Куда Авраам двигается от Шхема? Написано дальше так. И двинулся он оттуда к горе, к востоку от Бейтеля и раскинул свой шатёр к Бейтелю западом, а к Айу – востоком, между двумя городами Бейтель и Ай. А почему именно там? Отвечает Роман, я объясню. Ибо когда уже еврейский народ, фрассировав реку Ярдель, после исхода из Египта, начинает захват этой страны, куда идёт основной удар по направлению через Ерехон, там была переправа, и к городу Ай. То есть самый первый захват, уже легитимный, шёл по направлению от Ерехона в Ай. Значит, поэтому таким образом два движения делает Авраам. Первое движение к Шхему – это ещё захват до того, как была легитимация. Он уже реализует здесь, в начале воображаемом действии, в миниатюре, самый первый захват в Шхеме. И это очень хорошо сочетается с тем, что написал Раши, и почему Авраам остановился в Шхеме, для того, чтобы молиться за своих потомков, которые придут туда воевать, осуществлять первый захват. А второе движение Авраама идёт к городу Ай, потому что там будет второй уже захват после того, как выйдут из Египта и приобретут право на эту землю. Так пишет Ираши, прибавляет Ромбан, и это правильно. И я дополню это объяснение, сказав, что Авраам приобрёл это место самым первым. До того, как ему была дарована вся эта земля. Здесь содержится намёк на то, что его сыновья захватят это место в первую очередь. Ещё до того, как получат право на него. И до того, как чаша преступлений, к чему еврейский народ не получил права ещё при этом. Потому что жители этой земли, при всём при том, что они были большими мерзавцами, это да. Но ещё чаша их не наполнилась. Нужно было ещё подождать несколько поколений. Только потом их можно было попросить. Когда чаша живущая здесь мог переполниться, чтобы быть ему изгоним из неё. Поэтому и сказано. Акнеонийцы тогда в стране, когда же Всевышний дал эту страну ему своим словом, то есть пообещал ему эту страну, то он уже ушёл оттуда и разбил свой шатёр между Гейт-Элем и Аем. В том месте, которое Иошуа, Иошуа объявил предводителя еврейского народа, который вёл еврейский народ при вторжении в страну, которую Иошуа захватил первых. Вот это общее правило, которое называется Маосея вот Симан-Лебанин. То есть, деяния, дела отцов, они знак потомкам. Это не просто знак, это не просто пророчество, это не просто предсказание. Это уже первые шаги реализации дальнейшей истории, первые шаги реализации пророчества, реализации планов Всевышнего в том, как они осуществляются в дальнейшей истории. Эти первые шаги делает Авра.